Всем огромный привет! Сегодня тема видео это новогодние ароматы. В чем же встречать мы будем с вами Новый год? Конечно, я уже, наверное, поздновато снимаю это видео, ну а вдруг? Знаете, мы девушки такие, мы уже вроде бы все решили, а потом посмотрели какое-то видео, вспомнили, что у нас есть этот аромат, вот, и поменяли свое мнение. Так вот, начнем. Это Avon Life. Те, кто не любит такие сладкие, это свежий, фиалковый. Соответственно, в нем, знаете, такая есть практически мужская нотка, но он очень здорово звучит. Многие мои знакомые путают этот аромат с мужским, не понимают, от кого пахнет, от меня или от моего мужа. Он прекрасен. Я его одевала на день рождения к своей подруге. Мы его праздновали, так скажем, в ресторан, там, значит, кафе, там что-то, все вместе, не поймешь, к чему даже отнести это заведение. Он там очень красиво себя повел, он там не потерялся, очень хорошо звучал, шлейфил, достаточно такой, знаете, современный, модный, но при этом свежий, не просто свежачок, то есть он насыщенный парфюм. Вполне себе я его вам могу порекомендовать. еще один из свежаков, это флюрет. Этот цветочек здесь более слышен, наверное, пиончик. Очень звонкий, холодный, красивый. Очень по мне он дорого звучит. Да, в нем нет никакой такой, знаете, особой изюминки, но она не всегда нужна. Вы просто хотите красиво пахнуть, для хорошего настроения. И чтобы не обновить, будь уверенной, что вы пахнете и от вас слышен аромат. Поэтому, да, вполне флюрет. Следующий парфюм, если бы я встречала Новый год дома, это мог бы быть Аура от Фаберлик. Это цветочный, энственный, красивый. Здесь очень красивое гордение, которое я очень люблю. Прекрасный. Шлейфовый также и очень комплементарный. Многим он нравится, когда я его ношу, поэтому вполне себе. Он такой классический, цветочный, красивый. Прекрасный. Знаете, даже на каждый день я бы его не очень так часто носила, потому что все-таки в нем есть какая-то такая женственность и статусность. Прекрасный. Умевший аромат, жизнь прекрасна, очень сладкий, но если вы куда-то идете в какой-нибудь, например, клуб, бар, то вполне себе будет, мне кажется, уместен. В общем-то, естественно, что нужно знать тоже дозировку, не перебарщивать, но вполне себе прекрасный. Вы однозначно будете ярко, вас заметят. Отличный парфюм. Также, я считаю, что если вы идете в какое-то такое усилительное заведение, очень подойдет снятость от Avon. Это Old Spoken Party by Virgin. Это такой, можно сказать, компот, но он с пралине. Соответственно, пралине дает такую конфетность, такую сладость. Но для меня, конечно, это не супер сладкий аромат, но достаточно сладкий. Но это, знаете, это для меня, вообще, наверное, для остальных людей это будет очень сладкий аромат, потому что сейчас я уже все-таки стала такой более всеядной и для меня, знаете, этот парфюм уже может казаться и, ну, сладенький. Но он красивый. Это вроде бы какой-то компот, но он обогащен вот этим пралине, который делает его невероятно красивым. И действительно, он так и называется Party. Ну, это правда, он именно для такого времяпрепровождения. Также снятость это Avon Rara Platinum. Ну, наверное, потому что очень громкий, очень стойкий, очень шлейфовый. Здесь гордения, вот практически моноаромат гордений, но, знаете, она слегка даже сладковатая, но, в общем-то, этот аромат в шлейфе свежий для меня. я его очень люблю, очень люблю носить его зимой в том числе, поэтому я бы его одела, да, потому что он действительно стойкий и шлейфовый, очень-очень красивый. Кто любит белый цветочный аромат, я в частности гордения, обратите внимание, если он у вас есть, вспомните о нем. Следующее, мне кажется, на все как бы случаи и дома встречать, и в гостях, и куда-то идти, в какое-то кафе, это Ринаточка от Фаберлик, очень ее люблю, очень. Для меня это, знаете, как вино Сангрия, вот честно, и в нем есть такая пудровость цветочная, именно, мне нравится, как он именно в шлейфе ощущается, он, конечно, запудривается потом в шлейфе, но, чем мне нравится, то вы не сидите в каком-то коконе, да, то есть он вроде бы есть на вас, но зачастую его слышно просто, когда вы поворачиваетесь, и все, и пошла волна шлейфа, безумно красивый, очень его люблю, я повторила его в 50 мл, в 30 мл, очень-очень люблю, это тот аромат, который, на мой взгляд, очень красив, очень дорого звучит, и при этом стойкость у него прекрасная, и мне можно не брать с собой парфюм, чтобы его обновлять, я всегда уверена, что он будет звучать прямо до победного, также еще на такие усилительные, усилительное заведение очень подошел бы Versace Crystal Noir, очень классно, здесь для меня самые слышные нотки это кокос, и это перец, и это превосходно, кокос делает этот аромат таким тонным, мягким, даже где-то глухим, а перец ему дает этой остроты, громкости, вот эта вот, ну, перченность, и на есть перченность, безумно красивый, я бы его даже назвала сексуальным, и это явно аромат не для встречи Нового года дома, либо в гостях, это только куда-нибудь просто, вот, ну, в баре, также, в эту категорию я могу отнести новинку от Faberlic Deserable, все-таки он для меня сладкий, но в нем, по-моему, я вот уже забыла, ну, вот сейчас, как если определять, в нем есть, наверное, груша, в нем заявлено кофе, также, но это кофе капучино, стойкий, красивый, очень интересный, достаточно необычный, но для меня это был, как бы, ну, не то, чтобы разочарование, я хотела больше кофе здесь, именно черного кофе, чего я, конечно, не получила, но, в принципе, если, как бы, отбрасывать то, что я хотела, и вот, что я получила, отличный аромат, просто отличный, также, значит, куда-нибудь в бар, значит, в клуб, я бы одела, например, Арифлейм, Тонкабим, о, ну, это вообще, у вас будет невероятно долго звучать, это сладкий аромат, но в нем есть такая свежая нотка, практически мужского парфюма, и вот она, знаете, так волной вас накрывает, вот, вот эта бобытонка вроде бы, да, такая сладость, и вот эта волна, периодически, вот этой мужской свежестью, он необычайно красиво, очень, ну, вообще ни на что не похож, так что, кстати говоря, поносила я его тоже немало, и я его даже, чуть-чуть, там, пару миллилитров, отливала подруге, в общем-то, у меня все влюблены подруги в этот парфюм, он действительно хорош, и на Новый год, я думаю, что вы останетесь незамеченной, Альфа от Эйва, здесь очень интересное звучание малинки, вкусняшка, он сладенький, и также где-то, где-то чуть-чуть прослеживается мужская нотка, что дает такую изюминку, мне кажется, его можно и дома, но, конечно, просто если дома, знаете, вот там семью отмечать, и Новый год, по мне он немного сладковат, ну, опять-таки, дело, знаете, вкуса, и дело, количество нанесения его на себя, если умеренно, то вполне да, а так, его, мне кажется, можно, в принципе, абсолютно в любое заведение, а мелодия, от Фаберлик, смотрите, сколько мне его уже нет, дома, вообще, мне кажется, прям оно и в гости, да, все-таки куда-то в такое заведение, он, наверное, оно и не потянет, мне кажется, ну, а вот дома, ну, естественно, конечно, его нужно, так, значит, умеренно на себя нанести, но он прекрасен, это очень вкусно, это клубника, это груша, это цветочки, это для меня леденец на палочке, красный, петушок на палочке, отлично, первый шейк, это, значит, на тему black opium от и в севлоран, прекрасный, вкусный, сладкий, но он как-то сладкий, так, манко-сладкий, такой он, знаете, как-то обтекаемый, что, мне кажется, он, тоже подойдет и даже дома, и даже в гости, но чуть-чуть поменьше дозировочек, ну, а шейк второй, это по мотивам флор наркотик, это просто, не знаю, крышесносный аромат, боже мой, боже мой, какой персик, красивый, я все больше и больше, знаете, я его слышу уже более фруктовым, не так, как раньше, я его сейчас сначала абсолютно унисексовым, потом для меня этот аромат стал очень такими ледяными, холодными цветами, а сейчас, да, он для меня уже более такой цветочно-фруктовый, и чуть-чуть даже я в нем слышу сладость какую-то, ну, такую, около-около-около, где-то рядышком, куда-то в клуб, прям бинго, вообще, вот, мне кажется, лучше не придумаешь, я бы однозначно выбрала его в гости, да, везде, везде его, да, это мой фаворит, так, давайте я его отставлю, потом все-таки выберем хотя бы три флакона, которые больше всего, я сейчас склоняюсь, следующий парфюм, это Avon Attraction классический, он просто красивый, он просто стойкий, здесь, по-моему, ежевика, здесь даже где-то в базе далеко-далеко ваниль, то есть, он слегка приванильный, он такой вроде бы сладковатый, то есть, я его даже летом вечером ношу, он для меня не тяжелый, не сладкий, в нем многие слышат табачную нотку, которая дает ему такой строгости, элегантности, он везде подойдет, он не такой вычурный, знаете, не пафосный, но он приятный, он комфортный, вы в нем себя чувствуете, знаете, вот так прям дорого, прям классный парфюм, это Ари Флейм, естественно, как без него, Джордайни Голд Эссенза, мне кажется, он мне даже под платье, знаете, такое золотистое подходит, прекрасно, ох, этот флердоранж, такой прям головокружительный, я его летом носила, и везде его носила, но он очень праздничный, очень красивый, статусный, потрясающий, не слишком сладкий для меня, в общем, отличный. Итак, следующий парфюм, это Always, по-моему, зелененький, это снято компанией Avon, это TDA-линеечка, мне он раскрывается лучше всего именно зимой, поэтому я вот решила, может быть, побаловать себя и воспользоваться им хоть раз в год, потому что этот аромат я храню в прохладном, целом на месте, и даже не достаю его, знаете, потестировать, то есть, как бы, я знаю, что он у меня есть, я очень его храню в берегу, хотя у меня есть еще один флакончик запечатанный, но я его прям, прям жалко мне его, даже для себя любимый. очень красивый, здесь киви, желтый тюнпан, невероятное просто какое-то сочетание, вот его можно, и, кстати говоря, его, я бы его все-таки либо дома, либо в гости, потому что он действительно прекрасен. Также сняты линейки для Avon, это Together, я думала, что он похож на императрицу, представляете, когда я носила, я даже как-то заскучала, когда носила этот аромат по императрице, я считала, что они так сильно похожи, я потом купила императрицу, и думаю, боже, они же совсем не похожи, похожи, возможно, знаете, многие слышат в императрице какие-то подгнивающие такие фруктики, а здесь цветочный, но более, я лично слышу, персик, и персик здесь такой сладкий, переспелый, соответственно, такой, знаете, начинающий подгнивать. Вообще, очень красивый аромат, почему я его профукала, как-то, знаете, вот он мне есть, есть, а вот как сняли, так все, я, что же делать, ну, я купила, купила с рук еще такую тридцаточку, но, также, я его так сильно берегу, что, также храню в темном, прохладном месте, и даже, раз в год, вот, знаете, и то думаю, а можно ли себе разрешить его нанести, или нет, вот, надо подумать, последний, это мисс Джордани интенс, это просто для меня счастье, аромат жвачки, в клуб, конечно, куда-то нет, он не пойдет, хотя, если вы любите такие ароматы наподобие императрицы, то да, он очень стойкий, он очень шлейфовый, он такой веселый, он такой задорный, просто аромат праздника, аромат отличнейшего настроения, и когда я его вообще, знаете, обоняю, то все, у меня прям, и все, и улыбка, даже не до ушей, а чуть выше, видите, ай, какой отличный, и так, фаворит, фаворит, вот это, подобие, так скажем, флёр наркотик, и все-таки тургезер, я его в прошлом году хотела, знаете, на себя нанести, но муж сказал, что это, ой, что-то он такой сладкий, а, наверное, с крышки он такой сладкий, и он как бы не пудровый, а вот такая, знаете, мякотность, вот эта вот, но, шлейфи там, и цветочки, и все очень красиво, и в прошлом году муж выбрал для меня, кстати говоря, мисс Джордания, обыкновенную мисс Джордания, вот, это интенс, новинка, это обычно классический мисс Джордания, цветочный, но здесь я слышу более, такой, знаете, манго, такое, даже я бы сказала, не настоящий, такое пластиковое манго, но оно очень красивое, то есть здесь прям стартуют цветы, потом манго, и потом в базе опять все немного уходит в цветы, достаточно красивый, я бы не сказала, что он пудровый, но вот эта манго, такая мякотность, она прям заполняет собой все пространство, летом я его ношу, в основном, кстати говоря, летом, он безумно красивый, безумно стойкий, безумно шлейфовый, сказать, что он заполняет какое-то помещение, где вы находитесь, нет, он заполняет даже, ну, я не знаю, вот летняя беседка открытая, практически, знаете, на открытом воздухе, и даже там этот аромат просто заполняется во все, ну, а на Новый год почему-то он на мне не раскрылся, я им обливалась, вот раз в час по восемь, знаете, пшиках, я его не ощущала, то есть я делаю выводы, что, ну, как бы, он вроде бы летом такой более громкий, да, может быть, даже для кого-то too much, но летом на него мне делают комплименты, а зимой даже я его на себе вообще не слышу, ну, в общем-то, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, пока-пока, Субтитры сделал DimaTorzok